Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Я вас всех сердечно поздравляю с завершением масштабной работы в эксплуатацию 4-го блока Ростовской атомной электростанции. Хочу поблагодарить всех – и учёных, и инженеров, и рабочих, всех, кто работал на этом объекте и добился этого впечатляющего результата. Я знаю, что вы применяли поточный метод строительства, который позволил эффективно расходовать выделяемые ресурсы, всё сделать в срок и с высоким качеством. Это большая масштабная работа, которая проводилась с нами в течение нескольких лет, и вот она сегодня завершается. В прошлом году атомная энергетика выдала абсолютно рекордный показатель – 200 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. И с этим тоже вас поздравляю, хочу вас поблагодарить за эту работу. У нас в целом в общем объёме генерации 19% атомная энергетика выдаёт. Но мы будем и дальше развивать эту отрасль, высокотехнологичную и эффективно функционирующую. Причём, чем мы особенно гордимся сегодня, это тем, что мы вводим в строй новые агрегаты, которые отвечают самым высоким, если не сказать наивысшим требованиям по надёжности и безопасности. И, конечно, очень важно, что наша компетенция признана во всём мире. Мы продолжаем строительство не только внутри страны, но и за рубежом. В 12 странах мира возводим соответствующие объекты атомной энергетики и будем продолжать эту работу дальше. С вводом 4-го блока АЭС на Ростовскую АЭС мы обеспечим текущие и перспективные потребности в электроэнергии не только Ростова, Ростовской области, но и всего Юга России. Ещё раз вас поздравляю, желаю удачи. Приступайте к вводу блока в эксплуатацию. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, за добрые, тёплые слова. Мы здесь и удушены, и волнуемся немного в этот торжественный день. Действительно, Ростовская станция особенная. Она самая молодая. Молодая по среднему возрасту коллектива, молодая по сроку службы нашего оборудования. Первый блок был пущен в 2001 году, второй в 2010 при вашем участии, потом в 2014. И вот сегодняшний торжественный день. И хотелось бы, конечно, сказать ещё об одном очень важном аспекте, особенности Ростовской станции. Это такой университет строителей атомной отрасли. Здесь возрождались строительные компетенции. Здесь мы научились от режима подвига, режима отраслевой мобилизации, перейти к серийному сооружению атомных станций. То, что очень важно, действительно, для работы в первую очередь за рубежом. Мы готовы к работе. Разрешите мне передать слово директору станции Андрею Александровичу Сальникову. Уважаемый Владимир Владимирович, в 2010 году вы были на энергопуске второго энергоблока Ростовской атомной станции. И персонал станции тогда запомнил ваши слова, что государство поддержит строительство и сооружение третьего и четвёртого энергоблока Ростовской атомной станции. И сегодня я готов вам доложить о том, что задача по сооружению Ростовской атомной станции в составе четырёх энергоблоков полностью выполнена. В настоящий момент мы находимся на блочном щите четвёртого энергоблока Ростовской атомной электростанции. Мощность на реакторной установке 40%. Генератор синхронизирован с сетью Единой энергосистемы России. И энергоблок в целом готов к набору нагрузки в соответствии с программой освоения до номинальной мощности. Разрешите приступить к набору нагрузки, Владимир Владимирович? Разрешаю. Персоналу БЩУ приступить к ступенчатому набору мощности в соответствии с этапной программой. При этом выполняю. Мощность блока 285 мегаватт. 290 мегаватт. 297 мегаватт. Мощность блока 300 мегаватт. Владимир Владимирович, выполняется набор нагрузки в заданном режиме. Замечаний и отклонений нет. Поздравляю вас ещё раз. Спасибо вам большое. Владимир Владимирович, сооружение блоков такого масштаба – это результат труда тысяч людей, сотен коллективов, строители, наладчики, машиностроители. Конечно же, всех мы их приглашаем на такие торжественные мероприятия, когда станция вступает в жизнь. Сегодня у нас здесь не просто гости, не просто работники наших предприятий, но и представители большого количества трудовых династий. Там, где из поколения в поколение передаётся мастерство. Там, где родители выступают наставниками своих детей. Но здесь, в Волгодонске, на Атоммаше есть ещё одна интересная история. Здесь зародилось движение сварщиков-миллионеров. Уже несколько лет Росатом выигрывает первые места, берёт гран-при на соревнованиях WorldSkills Russia High Tech. Наши сварщики становятся абсолютными победителями этого конкурса, получая главный приз. И здесь, на Атоммаше в Волгодонске, организован большой центр компетенций по развитию этого мастерства. Сегодня много у нас здесь представителей династий, семья Победновых, семья Хлебниковых. Но особое место, конечно, занимает семья сварщиков Дуймамет. Я хотел бы сыну, Александру Дуймамету, передать слово с вашим решением. Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Сегодня перед вами стоит три лучших сварщика в России, которые выступали в национальном чемпионате WorldSkills High Tech. В 2016 году абсолютным чемпионом страны стал Дмитрий Кучерявин. В 2017 году Григорович Алексей. Но для меня лично самым лучшим сварщиком является мой отец. Он всегда был для меня, мой отец, он всегда был для меня во всем примером. Его знания, которые он мне в жизни, стать абсолютным чемпионом в 2015 году. Сейчас я работаю над... И меня попросили вас поблагодарить о том, что вы помогли вернуть в государство. Теперь там много заказов, интересная работа, но также хорошие зарплаты. В середине февраля состоится форум «Наставник 2018 года». Мы будем все участвовать, делиться своими навыками и опытом, и делиться со всеми. Уважаемый Владимир Владимирович, приглашаем вас поучаствовать в этом форуме. И со своим высоким и богатыми знаниями. Для нас это будет полезно. Это когда у вас будет и где? С 13 по 15 февраля в Москве на ВДНХ, 75-й павильон. Я постараюсь. Спасибо за приглашение. Постараюсь. Это интересное и, правда, очень нужное мероприятие. Уверен, оно пройдет на хорошем уровне, с успехом. Нам нужны такие мероприятия. И такое движение нам очень нужно, наставничество. Очень нужно. Вот вы гордитесь своим отцом, и это очень приятно. Я думаю, что вся страна об этом узнает и услышит. И это очень хороший пример воспитания сына в семье, передачи своих навыков, своего отношения к жизни. Это очень важная, комплексная задача. Что касается вашей профессии непосредственно, должен сказать, что она заслуживает особого уважения и внимания. Потому что совсем недавно еще мы столкнулись с огромной проблемой. Особенно на объектах линейной энергетики мы обнаружили, что у нас нет хороших специалистов. Из-за границы приглашали. В том числе не только это, но в том числе и это побудило нас к тому, чтобы проводить вот эти соревнования национальные, региональные, участвовать в международных соревнованиях по рабочим профессиям. Должен сказать, без всякого преувеличения, сегодня рабочие профессии требуют самой высокой, подчас наивысшей квалификации. Вот здесь, где я сейчас нахожусь, я только что с вашими коллегами на Россельмаша разговаривал, с группой рабочих, знаю, здесь вот мне руководители об этом рассказывают, из 10 тысяч человек, а это большой коллектив, 41% имеют высшее образование. И многие из них работают по рабочим специальностям. Почему? Да потому что техника становится всё сложнее и сложнее. И люди находятся в самореализации, самореализуются в рабочих профессиях, имея высшее образование и чувствуя себя комфортно. Вот это постоянное стремление и необходимость самосовершенствоваться, приобретать новые компетенции и новые навыки, чрезвычайно важна в сегодняшней жизни и в сегодняшней экономике. А в этой связи, конечно, не менее важным является и наставничество. Я с удовольствием приму участие в вашем мероприятии, во всяком случае посмотрю свой график и постараюсь его даже скорректировать, чтобы побывать у вас, и послушать, как вы работаете, подискутировать на вот эти важнейшие темы для нашей экономики, для нашей страны. Вам спасибо большое и всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо.